друзья здравствуйте я обещалась рассказать вам о подкормках но попутно хочу вам показать свои сеянцы арбузов и дынь они три дня вот дыня взошла здесь это был стакан просто синечка посаженная она простояла некоторых два дня дома и в пятницу я вынесла стаканы вот сюда арбузы арбузы вот еще столько семидольными листьями это все они здесь проклюнулись у меня те которые с одним листиком были вот уже первая пара листьев есть на арбузики в общем они разные что хочу сказать что вполне не себе замечательно выдержали не знаю как дальше будут грядки у меня еще для них не готова как они себя будут чувствовать и хочу остановить свое внимание на том приеме который я применил для арбузов повторюсь о том что мы являемся дачниками выходного дня вся рассада у меня растет на даче я имею возможность увидеть один раз в неделю и ухаживаю за ней один раз в неделю не знаю почему я не очень мастер по выращиванию арбузов вернее это делаю осознанно первый год и не знаю можно ли на арбузе применять такую же технологию как на томате я попробую потом испытаю но суть заключается в том что стебель у меня очень вытянулся я приехала они вот бедные стоят высокие звонкие такие тонкие что мне пришлось сделать ну применить свою конструкцию которую я планировала для помидоров тома это стаканы с обрезанным дном я установила их и подсыпала грунт грунт сухой ничем не полит и просто для того чтобы стволик не падал никуда стволик стебель никак все не научусь по правильному говорить что стебель должен стоять в закрепленном виде и вот такая вот у меня сложная конструкция из двух стаканов получилось ну то же самое из дыней дыня вообще уже у меня прям требует требует но копать я конечно сегодня не буду у меня был рейд по высаживанию цветов я закончила свои высадки цветочные теперь можно заниматься и огородом так дыню рассказала арбузы сказала теперь по подкормкам прежде чем говорить о подкормках считаю должен сказать о том что я имею свою агротехнику выращивания томата результаты я вам показывала в прошлом году никого не научаю никого не призываю так делать это мой исключительно личный опыт и возможно есть люди со схожими условиями с похожей ситуации и это будет им полезны есть люди которым просто интересно да этим заниматься могут в качестве эксперимента попробовать поэтому да и еще один момент вот когда мне пишут о том что ерунду во всякую говорите лишь бы привлечь подписоту уважаемые зрители я хочу вам напомнить о том что в российской федерации за просмотр на ютубе деньги не платят поэтому все что я делаю вот это время которое я посвящаю я делаю абсолютно бесплатно так не теперь вернусь подкормка основные подкормки после высадки рассады в грунт являются фосфорными я использую два основных препарата которые очень быстро выводят растение из состояния такой вот полудохлой рассады это удобрение 13-41-13 и фосфат мочевины разводятся они по одному миллилитру на литр воды смотрите ph своего раствора то есть ph зависит от стартовой стартовой вашей воды которую вас течет из колодца из крана не знаю откуда вы ее берете и помидор в принципе любит кисленькие почвы и достаточно ему ph где-то в районе 62 то есть вот эти таким вот удобрением я по подкармливала томаты под корень под корень была проведена одна единственная подкормка почему потому что серединная грядка у меня она металлическая и очень быстро прогревается здесь сухой грунт сюда можно лить под корень а вот на этих грядках которые у меня ближе к огороду здесь никаких никаких корневых подкормках речь вообще не может идти потому что земля мокрая вот поэтому тот же самый препарат идет у нас по листу у меня есть туманообразователь поэтому я провожу комплексную подкормку по листу и под корень там где можно под под корень помимо фосфорного фосфорных препаратов рассада у меня каскадно растет какая-то рассада у меня рано посажена какая-то рассада попозже посажена и я соответственно ориентируюсь на ту рассаду которая посажена у меня рано она стоит на бутоне вот все цвет выдает поэтому здесь я даю комплексную подкормку бором и делала обработку фитовермом обязательная обработка свич и фитоверм каждой 2 недели делается такая подкормка изначально это делала с ручного пульверизатора вчера была подкормка из туманообразователя и соответственно все растения будут получать питание то которое предназначено для высоких помидоров и они маленькие вот эти растения которые я сию каскадно догонят тех которые я посадила первыми вот такой вот получится у нас закон выйдут на плодоношение в итоге они примерно одинаковые просто вот эти вот малыши которые сейчас стоят они ниже до начнут давать кисть из-за подкормок бором из-за подкормок йодом и за счет вот корневых удобрений и еще я забыла сказать обязательно в каждую подкормку я добавляю антистресс в этом году я пользуюсь препаратом сиамина про 500 до этого я в прошлом году я пользовалась филатоном очень он мне понравился просто решила попробовать в этом году а в предыдущий год пользовалась мегафолом неважно какой препарат вы будете применять и пин еще какой-то нация забыла как он называется циркон вот и пин циркон любой антистресс обязательно нужно давать в подкормку томатом потому что им сейчас сложно такой вот у них период у них то жарко то холодно тем более в моих условиях я не могу например быть открывать форточки на у нас есть вот два окна которые открывают автоматчики ну наверное им это было недостаточно очень сильно растение подпеклись вот не столько им холодно сколько они подгорели вот можно посмотреть вот на этих листиках хотя есть притенялка вот все у нас тут термос я зимой показывала повторяться не буду ну совсем наверное все что я хотела сказать вся моя рассада переехала жить в теплицу вот дубли и черики я уже все высадила вот такая вот у меня конструкция благодарна очень своему супругу за то что мне когда-то сколотил вот этот домик ниф-ниф я мы его сейчас называем шалашик но знаете как бы ни было под крышей все равно растет лучше чем в открытом грунте этот парничок или как-то его как угодно эту конструкцию можно назвать это та же самая улица только под крышей здесь условный тут щели в общем все дует это холодно это холодно но больше держать рассаду в 100 рассадных стаканах нет никакого смысла поэтому температура грунта 15 градусов и я рискнула высадить если они не будут расти то хотя бы не пересохнут и не умрут здесь ну а арбузики я оставляю до новых на новость до следующих выходных потому что у меня уже нету физического резерва делать для них грядки и вот на следующий на следующую неделю посмотрим что будет с температурой грунта и как они себя будут как они поведут себя как вырастут за неделю и возможно они будут уже пережать в парник да еще попутно прям одну секундочку перца это мои самые последние посаженные перчики это горький перец вот он поедет жить у меня в открытый грунт не в горшки я так планирую высадить ну может быть и в горшке все будет зависеть от того насколько мне будет потребуется времени и клубника вот она пытается тут уже зацвести ну как-то нам не очень сильно болеет это купчиха из трех из трех вышло два это мне вот один загнулся то же самое с чемурой с чемурой еще хуже ситуация вот она по-моему вся полегла один кустик наверное прижился а вот эти вот чухонь короче вот ничего толку с нее не вышло вот такая вот ситуация у меня всем кому было полезно интересно спасибо за просмотр всего доброго до свидания